Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вам на основе лососевой мушки связать вот такой стримерок, который с успехом ловит практически любую хищную рыбу. Просто в изготовлении и доступен по материалам. Как известно, на основе лососевых мушек, которые я вам даже так покажу, с успехом ловится и судак, и сом, и щука, и окунь. При малых размерах не брезгует плотва красноперка. Давайте приступим. Я использую крючок фирмы Strike. Это у меня здесь 4 номер, чтобы вы лучше видели. Но желательно на 6-8 изготавливать. Хотя и такой вариант очень привлекателен для рыбы. Мы его огрузим только лишь в одном месте, для того, чтобы можно было изготовить потом красивое стройное тело. Промажем клеем и огрузим свинцом. Только середину цевья я огружаю, для того, чтобы можно было в дальнейшем мне сделать симпатичное тело. Промажем и щуклеем. Промажем. Хамяк. Промажем. Промажем. Вот такой погрузочки будет нам достаточно. Остатки удаляем. И теперь еще раз промажем клеем и хорошо промотаем наше тело ниткой. Промотали тело. И место крепления блестящего элемента я использую вот такой кусочек просто фольги из упаковки. Вы можете использовать люрекс, если у вас имеется любой. Немножко зайдя за загиб. Совсем немножко. Ровно возвращаемся обратно. Так, чтобы не было у нас бугорков. И останавливаемся как раз на уровне жала. Немножко еще промажем клеем и примотаем нашу фольгу. Так как я хочу, чтобы она у меня была красным цветом, я беру ее и подкрашиваю сразу. Вот в этом месте, перед самой обмоточкой. Можно после намотки это сделать. И выполняю пару оборотов возле загиба. И возвращаюсь с равным шагом в натяжечку, крепя нашу пленочку. Вот мы дошли до жала. Крепим нашу пленку. Закрепили. Остатки я не отрезаю. Берем теперь совсем немножечко любого даббина, какой у вас будет в наличии. Я использую вот с набора хендосовского. Это не реклама, просто очень удобно. И другого у меня пока нет. Возьму совсем небольшую щепоточку, для того, чтобы еще больше у меня блестел хвостик. Сделали небольшое возвышение для надкрепления нашего хвостика. Вот так закрепили. В качестве хвостика можно использовать любые перья, какие у вас подойдут. Или это будут остатки павлина, остатки фазана. Но я возьму вот кусочек, просто отрежу немножечко индюшиного пера. И с него мы сформируем хвостик. Беру небольшой вот такой вырез и складываю. У нас формировался вот такой естественный изгиб. Теперь я в месте крепления держу ровно пальцы над цевьем и задаю положение своему хвостику. И притяжной петлей начинаю прихватывать хвостик. Не отпускаем. Держим пока. И теперь посмотрим, что у нас вышло. Как вы видите, довольно-таки симпатичный, удобный хвостик, который будет у нас работать. Ничем не хуже. Вот, допустим, если у вас нет грифки фазана, шеи, которая идет, или другого, можно использовать такое перо. И теперь, слегка промазав клеем, проматываю хорошо белой ниткой, чтобы можно было приклеить наш люрекс по всему цевью. Прихватили, убрали в сторону наш люрекс и окончательно прихватываем все элементы. Следим за тем, чтобы пропорция нашего тела не нарушилась. И выравниваем. Вот теперь можно выровнять, придать нашему телу ту форму, которую мы уже окончательно хотели бы за собой оставить. Доходим до окончания свинца. Делаем полуузел, завершающий узел и ниточку оставляем в этом месте. И теперь самый ответственный момент. Необходимо ровненько, насколько у вас получится. Даже если будет со сдвигами ничего страшного, в последующем эбоксидный клей это все закроет. Еще раз слегка промажем клеем. Все элементы крепления. Вот так. И в натяжку начинаем теперь обматывать наше тело. Следим за тем, чтобы наш хвостик мы далеко не загнали. Вот так. Пленка достаточно крепкая и порвать ее бывает иногда проблематично, если вы не зацепитесь за жало. Поэтому, если вы ее отрезали аккуратненько, можете натягивать и не стесняться. Вот мы дошли до места крепления. Даже если здесь не совсем аккуратно, это не страшно. Эбоксидный клей наш все закроет. Вот вышло такое тело. Теперь нам надо подготовить эбоксидный клей для того, чтобы закрыть наш люрекс эбоксидной смолой. Эбоксидка наша схватилась. Вот такой формы у нас вышел стример. Теперь нам остается только лишь добавить здесь крыло и опушечку для того, чтобы была еще у него привлекательность. Я буду использовать в качестве крыла вот такой мех песца, черный. Я уже подготовил, вымерял его длину. Длина крыла должна приблизительно доходить ну хотя бы до края нашего хвостика. Может быть чуть-чуть как бы заходить, но не длиннее. Хотя можно пробовать, пробуйте, будет лучше. Но динамика движения нашего стримера будет нарушена. Уже мною проверено. Если использовать огрузку стримера допустим больше 5 граммов, то наш стример начинает идти просто камнем. Нет игры и за счет этого у нас получается приманка не совсем хорошо работает. Сейчас мы промажем немножко клеем и закрепим наше крыло. Если крыло плывет по лаку, я добавляю в сам мех пару капель и добавляю его на место, где я буду крепить. Притяжной петлей прихватываем наш мех. Как вы видите, мех уже у нас не скользит и довольно-таки хорошо держится на цевье. Прихватили. Сильно не усердствуем, потому что достаточно того клея, который там находится. И в дальнейшем мы будем с вами крепить еще элементы. В качестве привлекательного элемента я буду использовать кристалл флэш. Вот буквально по парочке волокон для того, чтобы дополнительно еще у нас была игра. Я добавлю сверху буквально три пряги. если у вас такого материала нет, используйте любой люрекс, который вы сочтете нужным. Количество, допустим, материала тоже подбирайте сами. Если большие глубины, желательно использовать вплоть до ультрафиолетового люрекса, который хорошо отражает на больших глубинах свет. Или же есть в интернет-магазинах специальные клеи, лаки, которые собирают светонакопительные, что еще дополнительно будет привлекать нашего хищника. Вот мы оставили в таком положении. Для того, чтобы мне не мешало, я, как всегда, беру обыкновенный клей-карандаш, немножечко вот так его мех пригладил, и мне как раз видно, какой формы мое крыло, что у меня здесь хорошо и что плохо. Вот такое у нас будет крыло. Длина крыла достаточная, элементов тоже здесь достаточно. И в качестве опушки я подготовил остаток пера гризли, вот такой расцветочки. Вы можете использовать перо любое, которое подходит для вас. Здесь не очень критично, какое должно быть перо. Можно даже сделать опушечку из пера куропатки, которая, я думаю, у вас найдется. Окончательно крепим, подготавливаем площадочку для того, чтобы опушка у нас хорошо для глано-цевьё. Делаем парочку полуузлов, чтобы нам не мешала катушка и делаем обмотку. Количество витков вы уже подберете для себя сами, как для вас в ваших ситуациях будет более выгодно. Больше, меньше, все зависит от того, какой у вас величины будет крыло. Как у меня вот парочку вышло три оборота, их вполне достаточно для опушки. Креплю перо и делаю головку. Делаем автор подровняем как вы видите стример достаточно несложен в изготовлении но скажу вам сразу что довольно таки уловист необходимо довольно таки серьезно отнестись к поводку так как щука откусывает конкретно можете разукрасить тело как вам будет удобно благодарю за внимание до скорых встреч